не ничего страшного слушай вот я такой знаешь предисловие дело вот что мы сейчас будем делать вот я сейчас снимаю пару пару секунд просто я знаю что наши соотечественники обычно ты когда говорит по фли маркету идешь какому-то да и говоришь я немножко сделаю съемку только не меня только не меняю что только тебя что ты стоишь на несчастном вот этом столе за 15 долларов продаешь это барахло от кого ты прячешься что тебя ищет бейся что ты себя устраиваешь знаешь почему гриша я тебе скажу потому что каждый суслик в поле агроном доброго всем здоровья вы на канале крылья нью-джерзи с вами дмитрий геллер создатель канала оставайтесь с нами вот такой вот маленький сюжетик я запустил вперед паровоза чтобы поведать вам другим и что буквально вчера или нет это уже позавчера как летит время я с профессиональным филмейкером отработал целые документально можно сказать фильм где-то рабочего времени три с половиной часа вот о моей жизни где большой отрезок фильма будет занимать повествование голубях когда весь фильм выйдет я точно не знаю но он обязательно выйдет огромная работа все это сложится брать что я попросил григория человека который этим занимается профессионально и много лет чтобы он предоставил мне немного материала когда будет готова именно вот этот вот участок где голубях а я свою очередь покажу его вам маленький обзорчик сегодня перед тем как мы пойдем дальше на этой неделе потому что события прошлой неделе не было столько не рассказать это была бурная неделя канала крылья нюджерзи просто бурнейшая была выставка было судейство вчера я наконец-то сумел попасть к президенту джеремира для показать его старинную охоту вы видели ролик а сегодня перед тем как я на этой неделе буду показывать мое судейство штатной выставки 2 декабря которая была проведена я хочу вам ответить на несколько вопросов которые накопилось я смотрю в комментариях ну просто иногда успеваю написать иногда не успеваю написать муж простите с время мы с временем ужасно плохо его не хватает катастрофически ну мы все равно вместе мы все равно делаем свое дело вы вы и я мы команда ребята те кто впервые на моем канале или просто в гостях быстренько напомню что я дмитрий геля создатель канала уроженец города одессы проживаю в сша тридцать первый год все эти годы держу голубей выиграл 32 выставки стал вторым на национальной выполнил нормативы master breeder стал штатным судьей и вот этот небольшой очерк это предисловие перед тем как я хочу вам показать свое судейство на штатной выставке года то очень большое дело также огромная к вам неземная нечеловеческая просьба по поводу лайков я вам сейчас объясню что происходит дело в том что наш канал сейчас он переживает очень тяжелые времена в плане того что дело на рассмотрении у администрации ютюба по поводу того перевода его в камер коммерческие каналы и почему-то это дело застряла уже второй месяц из-за того что она на рассмотрении у меня просмотры упали очень резко вниз упали просмотры значит youtube не двигает мой канал единственное что можно сделать чтобы канал двигать это ставить лайки ставить лайки писать комментарии поэтому давайте как там мы перемелем этот моментик и вместе толкнем только мы паровоз потянем эти вагоны за собой лайки подписка колокольчик огромное спасибо едем дальше несколько подписчиков спасибо такой вопрос как устраивается что откуда берутся финансы сколько стоит через сколько стоит членство в клубе могут бы вне клубники выставляться и так далее и тому подобное несколько и несколько раз уже меня спросили я ребята специально взял правила я сейчас вам эти правила написаны очень давно не просто проставляется от года в год проставляется новые числа а так все не меняется я вам сейчас зачитаю что почем хоккей с мячом чтобы вам было все понятно простите что тут в америке и как что тут нью-джерси что делается вот конкретно вот здесь в нашем клубе самом старом клубе нью-джерси окей что делается в других клубах я тоже знаю но об этом давайте не сегодня давайте по поводу того как это проходит и проводится так значит входной билет за каждую птичку которую вы выставили на шоу всего лишь совсем немного 4 долларов клетки которые люди приходят и пользуют для того чтобы поставить голубей для продажи прошу не путать выставка продажа продажа продажи вот села section стоит 5 долларов за клетку в клетку нельзя помещать более четырех птиц те кто хотят продавать голубей на улице развернуть там свою охоту и продажу это стоит 20 долларов хоть одна птичка хоть 100 здесь все поняли так кто в нашем клубе обычно выставляется из пород выставляются трубачи типлеры почтовые мои любимые и ваши кормилки flight ой попробуйте американцу сказать что они называются кормилки пока принесет самыми страшными словами здесь это очень модная порода так роллеры и также всякие разные редкие породы от 10 до 19 голубей это первое место чемпионские трофеи 20 до 29 голубей это первое и второе 30 до 50 это первое и третье и более 50 голубей породе получается еще один трофей на четвертое место отдельного трофея на цвет или на секс голубь голубка нету некоторые породы голубей если их в классе очень мало могут быть вместе соединены для того чтобы было легче судить вот пожалуй и все правила по поводу выставки дальше предоставляется вот такая вот анкета рассылается по почте вместе с этой первой бумагой в которой написано номер клетки номер кольца какая порода а самец самка молодой самец молодая самка все это указывается имя выставляющего телефон адрес а как распелся мой кеннер это с вашей подачи спасибо другимые так еще раз каждая птица 4 доллара и клетка на продажу 54 птицы в клетке так и вот здесь вот указывается в конце полная сумма чек который вы прилагаете или наличные и отправляется президенту вот так вот просто удобно надежно и так было все годы ну я помню когда голуби стоили 2 доллара за входной билет а помню когда 3 сегодня уже 4 ну ребят ну это вообще не простое ни о чем так чрестство в клубе стоит 20 долларов в месяц с человек донаты приветствуются я прошлом месяце отлистал сотню ну я как бы уплатил то что я должен за месяц в пару месяцев там до канала я не ходил я пропустил я за это тоже заплатил и дело идет концу года как раз перед шоу всегда нужны деньги всегда понимаете вы же понимаете что деньги это такой голубеводство крути не крутить я сделал такой донат я не один ребята делают и побольше и это приветствуется так вот мы так у нас дело на колесах в клубе сейчас вы знаете я даже не буду врать я не знаю сколько человек я вот узнаю у президента и на следующий раз вам расскажу а следующий раз у нас значит один раз в месяц мы собираемся вместе помещение нам предоставляет бесплатно абсолютно нам предоставляет городская библиотека мы там удобно уже много лет устроились до этого я когда начинал в клубе я помню что место было у одного итальянского мафиози там у него прямо у него был сумасшедший голубин и питомник джери его звали тоже как и нашего президента и там был у него магазин где аксессуары карман продавал там у него был специальный такой клуб для клуба место для заседаний на втором это но на широкую ногу все это было сделано очень круто но чувак подсел выхватил пятнаху все у него конфисковали чё-то он там такое освободился и больше голубей не держит сейчас уже тоже совсем старичок такой я кстати недавно делал стекла зеркала внучки так что деду передавал большой привет так какой был еще вопрос на днях вопрос по поводу того парень написал сохнет голубь все все он вакцинированный давал от глистов а он все равно сохнет чтобы я посоветовал я бы посоветовал еще раз дать глистогонная только другую формулу почитать сравнить что написано на том что давал и что если есть возможность достать другого типа черви потому что скорее всего его точат черви его точат глисты сейчас хочу вашему вниманию предоставить помните мы говорили про омоксицелин а его живительных свойствах как я развожу на 60 грамм воды 0 2 грамма омоксицелина слоновую дозу даю голубю голубь был закуксившийся и вот обратите внимание на этот сюжет другим и как он себя ведет после двух заливок этого амоксицелина прямо в горлышко ему все голубым экраном вот она други моя живительная сила омоксицелина значит вчера первый раз загрузил до сегодня 2 посмотрите аппетит жизнь в глазах шея блестит топчет он как конь как как это говорят как не в коня корм да смотрите а други мои амоксицелин 10 процентов 0 2 грамма на 50 60 граммов воды шприц и в мордочку и все что там было такое ну респиратор ненькая всякое разное там желудочного тракта какая-то инфекция как рукой нафиг нафиг ну как и дали здоровьем уже пышет а сегодня он еще лучше стал так по поводу того могут ли посторонним не члены клуба с нами выставлять кто угодно вот кто заполнил вот эту бумагу кто ее прислал другие штаты другие клубники все more than welcome все welcome в наш клуб выставляться мы очень дружелюбные люди сюжет с джерри с мираглия с президентом вчерашний видели по поводу бронсовских пацанов который клуб целых нам приехал целый клуб но я вам напомню сейчас две минуты значит шесть лет тому назад пришли ребята с бронгса с крыш с нью-йорка киплерщики заядлые вот такие вот пацаны и говорят хотим с вами выставляться что-то судили-редили тогда не решили два года тому назад они вернулись и все срослось и теперь они вот два года подряд сами выставляются по две выставки в год в этот год первый раз они совсем уже так ну как бы одомашнились они они на тысячу долларов там еды купили накормили себя накормили нас это было прямо ну феерично и будет сюжетик в конце в конце будет сюжет а зачем в конце вот тут прямо сейчас и будет сюжетик но я хочу что сказать значит я сегодня с джерри говорил он мне вчера то есть получается с джерри говорил и он мне сказал они купили у нас на этом шоу смотрите ребята давайте давайте посчитаем уважаемые кроты 125 клеток по четыре доллара за клетку они купили у нас на пятьсот долларов это они только они наших голубей было 120 так значит 120 на 4 у нас получается еще четыреста восемьдесят плюс пятьсот плюс еще фифти фифти делали по доллару значит разыгрывали лотерейку обычно одну двести долларов набирается плюс двести значит шоу вышло где-то тысячу тысячу сто восемьдесят тысяча двести долларов да тысяча двести долларов так вся работа была волонтерская ролик до этого вы тоже видели как мы пришли вечером как мы все это собирали у клуба есть свой трейлер у клуба есть свои клетки это все было за годы приобретено свои плакаты там ну все 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 это все это как бы уже эта статья расхода давным давно отбита то есть тысяча двести долларов аренда вот этого помещения нам стоит 350 тысяча двести долларов что это минус триста пятьдесят в клуб 850 где-то в клуб зашло 800 долларов где-то в клуб зашло за годы конечно мы аккумулировали у нас десятки тысяч долларов я не знаю сколько у это открытая информация я спрошу у секретаря он мне скажет я вам расскажу сколько сегодня денег есть нашем клубе ребят это клуб любителей голубеводство так всех пород поэтому больших денег у нас нет у нас есть энтузиазм посмотрите эти деды по 80 лет вы заберите у них сегодня этих голубей им конец президенту восемьдесят один секретарю восемьдесят шесть и мужики на полном ходу вот это все организовывать же не шутки все это молочаги просто когда не задумался на я с ними вырос поймите правильно я пацаном пришел в этот клуб господи сколько мне лет то было 24 года мне было 53 сейчас и я до сих пор один из самых молодых ну есть там пару детей но они так все это без огонька но настоящие деньги большие это в почтовом голубеводстве там профессиональные клубы я состоял в нескольких клубах ну где-то наверное миллион миллион пару миллионов в год прокручивается так может больше нет я не знаю ну не знаю не помню ну миллион это миллион разговор идет о миллионах а больше денег ни в каких других голубях нет это точно так посмотрите пожалуйста сюжет про бронсовцев до целый клуб как нам это самое и мы пойдем дальше у меня еще пару есть ответов на пару вопросов и будем закругляться и так оставайтесь на канале смотрим сюжет а шоу продолжается все уже подустали и голуби и клетки а пацаны тут дают по хапчику слегка это пацаны из бронкса бронксовские пацаны бронксовские пацаны бронкс, вы из бронкс, да? это парни из бронкс, супер парни да, это парни из бронксовские пацаны спасибо, спасибо, я обращаю и это знаменитый Нелсон вот такие вот пацаны из бронкса так осветили мы с вами это и то и пятое и десятое и мы наверное будем закругляться я вам еще один сюжетик покажу после того как попрощаемся и оставайтесь на канале подписывайтесь жмите колокольчик он принесет удачи вам и мне лайки, 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 ребята как нужны лайки? нужно двигать иначе просто ложат кладут ложат по одесски кладут его куда-то этот канал понимаете а я выпускаю ролик каждый день титанический труд я без жалоб я просто прошу поддержки и понимания вместе мы сила итак маленький сюжетик по поводу наверное из декоративных самых моих любимых голубей это немецкие карликовые и с наступающим дорогие друзья у меня уже такое вот прямо новогоднее настроение всех благ и смотрите на этой неделе мое судейство клубная штатная выставка у вас почтовые до встречи друзья а это буквально не забудьте распространить это видео это тоже очень важно share the post share the video распространить это видео по миру пусть мир посмотрит на это все вот этими своими глазами пока други мои в августе их надо начинать бридать почему потому что краб он не дает в холодное время года закрыть яйца поэтому когда вы заканчиваете бридинг сезон у них бридинг сезон начинается that's the idea и еще их можно you can teach them dance right их можно научить танцевать и прямо вот в вольерах они по зову по приказу партии народа будут танцевать amazing bird just amazing thank you mike really appreciate it и на сегодня все вон один уже спит щп 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 Anne